МАРА МАКАШ Заметил любопытный момент. Виктор часто говорит, что определения уже существуют и не надо их менять. Но зачастую он выдвигает мысль, что если определение не отвечает предъявленным требованиям, то надо сформулировать корректное определение. Однако Виктор постоянно при встрече с подобными неосгенерированными определениями начинает их критиковать и объясняет некорректным по причине того, что в лохмата дремучем году в энциклопедии дано другое определение. Виктор, вы учитываете фактор того, что наука все-таки развивается, что именно поэтому некоторые определения уже не отвечают современным научным требованиям. И поэтому ученые формулируют новые определения. являющиеся корректными вопросами. Как, например, давным-давно считалось, что Солнце вращается вокруг Земли, Земля является центром Вселенной и так далее. Ой-ой-ой-ой. Здесь ситуация такая вот с определениями. Вот определение – это самое важное, что у нас есть, с одной стороны. С другой стороны, не всегда этому важному было уделено важное внимание. Действительно много некорректных определений, ну вот просто некорректных. И вообще, когда мы берем несколько авторитетных источников, и в них во всех разные определения того же пространства, мы всегда можем выяснить, выявить, какое из этих определений наиболее близко к оптимальному, корректному, к определению, заданному по правилам задания дефиниции, извиняюсь. Но есть правило. Вот что такое определение термина, определение понятия? Это ответ на вопрос, что это. Это очень простая стартовая ситуация. Вы должны просто внятно, понятным языком, языком научного метода передать смысл, что это, что принято под этим понятием, под этим термином дальше воспринимать. И есть люди, которые пишут определения, не понимая смысл создания дефиниции, вот тогда они, когда написали, получается с ошибками. Это не связано с развитием науки. Вот чтобы было такое определение, потом наука развивалась, и теперь надо современное определение, ничего подобного. Для развития науки главное, чтобы эта наука не портилась, не протухала в результате вашего творчества по изменению определений и так далее. Вот если вы считали данный объект, допустим, пространство, а данный объект материи, а потом начали в связи с развитием как бы науки, как бы расцветание ее, процветание, улучшение, улучшить определение, если вы дали уже корректное определение, вы его улучшить вообще никак не сможете. Вы просто отвечаете на вопрос, что это. Причем у вас нет никаких помех, что вы там три столетия назад могли сказать про этот объект. Мы считаем пространством вот это, что вы сейчас скажете, ничего не добавляется. Вот с развитием науки про это ничего добавиться не может. Если вам требуется расширение, новые определения, вы можете ввести другие объекты. Вот просто вводите другие объекты, давайте определение. Это будет развитие науки, если вы все сделали корректно. Иначе это все стыд и позор. Так и получается, вот эти вот крайности. Когда сначала давали новые определения, парились с ними, у вас не получалось. Это вот когда вот релятивисты, кривогеометры давали многие новые там определения, меняли действующие определения. Сейчас они пошли в очередную елис, они отрицают определение, называют это неопределяемое понятие. Это вот то, что мы зачитывали из Википедии, то, что у нас пропагандирует черный человек современной лженауки, математик Саватеев, где он неопределяемое понятие, там, точка, линия, пространство пропагандирует. Вот это вот все лютая лженаука. Никакому развитию науки это отношение не имеет. Поэтому забываем это как страшный сон и пользуемся просто корректными определениями. Наши ребята сейчас проводят фильтрацию всех терминов определения, создают единственную на этой планете адекватную энциклопедию. У нас будет свой энциклопедический словарь, словарь разумной цивилизации. Там мы общими усилиями оставим только корректные определения. Возможно, будет что-то еще на первом этапе, что-то шероховато, но мы это все доделаем, отшлифуем, и у нас будет свой честный, грамотный словарь терминов. Он помогает мыслить. Это база для мышления. Виктор Григорьевич, верно ли утверждение, что у поверхности самого массивного тела Вселенной вещество находится в состоянии невесомости? Спорный тезис. Гипотетически ваш посыл, он как бы логичен, понятен. Если у нас вся Вселенная построена на расталкиваемой материи, отталкивается, отталкивается, и если мы принудительно соберем еще больше материи, кратно много больше материи в один объект, то внутренние осиды будут больше, чем внешние, и тогда будут они расталкиваться так, что этот самый большой объект будет так распыляться в стороны, расходиться в стороны, да, и действительно тогда на поверхности будет у вещества состояние невесомости и так далее. Но это вот в этом воображаемом объекте. У нас просто изначально нет силового фактора, чтобы такой объект получить. Материя внутрь, за счет какой силы в такой объект соберется, нет таких сил. Поэтому объект такой практически-то, можно сказать, что невозможен. Надо еще голову поломать, но по стартовой ситуации, там, возможно, какие-то версии, но такой объект, как готовый, мы получить не сможем. Хороший вообще вопрос. Интересными бы были разборы доводов, подтверждающих АТО, например, про спутники GPS. Во-первых, это разбирали уже, да, многократно на нашем канале, просто котючек, поиск GPS. Во-вторых, нету подтверждающих АТО никаких думотов. Это все вранье и сказки. Вас дезинформировали. Никаких причинно-следственных связей нет. Это все просто лютая ложь. Лютая ложь. Вин Дроссель. Раньше ученые фантазировали и предполагали теории. Там логики не было, их считали дурачками. И многие из фантазерства воплотилась в реальность. Почему вы считаете, что так нельзя сейчас сделать? Какую-то жесткую логику придумали. Великие открытия делали вопреки логике. Действительно есть много не связанных с логикой технических решений. Это когда случайно что-то открыли, какой-то эффект. Это не связано с наукой. Это просто инженерные эффекты, к которым дальше подключается наука и пытаются этот эффект расширить. Палочкой потерли, сиська пробежала. А как это связано было с логикой? Да никак. Это эффект. Расширение этого эффекта, к этому уже была подключена наука. Но когда вы подключаете науку, чтобы расширить, здесь без логики уже никак. Ну вот невозможно жить без логики, невозможно мыслить без логики, невозможно какую-то связанную интеллектуальную деятельность вести без логики. Просто почитайте законы логики, как-то с ними ознакомьтесь. Вот, поэтому как бы эмоциональные комментарии, но интеллектуально не содержащие. Без логики обойтись невозможно. Именно нужен действительно жесткий логический подход. С вами был Виктор Катючек, канал «Научный трибунал». «Научный трибунал» 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 Продолжение следует...